Жизнь коротка, искусство вечно. Художник, даже уходя из этого мира, продолжает жить в своих картинах. Живописца Владимира Сундукова не стало 8 лет назад, но сотни его произведений находятся в собраниях музеев России, Греции, Испании, Японии и других стран. А на открытие персональной выставки в Щелкове приехали многочисленные друзья, именитые художники из разных городов, которые до сих пор остаются друзьями его семьи. Открытие новой выставки в Щелковском историко-краеведческом музее – это всегда событие. А сегодня это особенное событие, прежде всего, для коллектива музея. Художник Владимир Сундуков – отец директора музея Натальи Богдановой. И выставка его памяти открывается в день, когда ему исполнилось бы 70 лет. Творческий путь Владимира Сундукова – это художественная школа на родине в городе Дзержинске Нижегородской области, Загорское художественно-промышленное училище, работа в художественных мастерских в Щелкове, в Ногинске. Последние 20 лет в студии имени Верещагина МВД России. Он состоял в Союзе художников России и Творческом союзе художников. Творческая натура не позволяла ему долго оставаться на одном месте. Владимир Сундуков много путешествовал. Участвовал в творческих командировках и пленэрах на Дальний Восток, Соловецкие острова, Саяно-Шушенскую, ГЭС, в Брянск, Каргополь и множество других мест в России и за рубежом. Особое место в его творчестве занимает Греция. Ее яркое солнце и особая цветовая палитра. Наши работы много раз выставлялись и в Греции, и в России. И мы ездили с поездкой, по-моему, в этот раз, посвященной подготовке Олимпийских игр в Греции. И вот этот этюд, почему мы здесь оказались, мы писали с ним рядом. Сидели вот на этом берегу, который здесь вот заворачивается, и оба остановились, залюбовались этой красотой, там все цветет, бирюзовое море. Володя очень любил солнце, писать, как бы вот такие радостные солнечные пейзажи. И он так, как-то, у него это выходило. На выставке в музее представлены живописные этюды из разных уголков мира, Москвы и Подмосковья, старинных русских городов. Сейчас я прошелся по выставке, посмотрел его небольшие этюды, которые написал Переславлин, Академическая дача, вокруг Академической дачи, где-то в Москве, в поездках, которые некоторые мы вместе с ним совершали. Эти этюды берут за душу просто, я не могу оторваться, у него же этюды какие-то пробирающие душу насквозь. Отдельное направление работы Владимира Сундукова – произведения, посвященные милицейской тематике. Портреты ветеранов и сотрудников органов внутренних дел, героев, погибших при исполнении служебного долга, сюжеты из горячих точек. Эти работы хранятся в картинной галерее МВД, созданной при его участии. В музее их можно увидеть в презентации, на мониторе. На открытии выставки Владимира Сундукова вспоминали не только как замечательного мастера живописи, отмечали его человеческие качества. Настоящий друг, надежный человек, честный и требовательный, прежде всего, к себе. Представитель русской школы живописи – это человек из золотого советского времени, когда школа была очень такая хорошая, выверенная. Поэтому низкий поклон Натальи – это то, что она хранит, во-первых, две вещи – память об отце, и то, что мне и всем художникам приятна эта память о художнике. Благодарю вас за память, потому что в нашей жизни самое главное – это помнить, любить, напоминать и продолжать. Я благодарен семье, дочери его, что они сделали эту выставку, потому что работы должны жить дальше, они должны быть показаны, они оказывают влияние на современников, будражат их души. Души становятся лучше у многих. Представленные на выставке работы Владимира Сундукова в обычной жизни хранятся в семье, дома у Натальи Владимировны. К юбилею отца она постаралась сделать подарок – и ему, и себе, и всем гостям музея. На протяжении того времени, пока я ее делала, это были бессонные ночи, потому что мне хотелось сделать так, чтобы ему понравилось. Я думаю, что мне не пришлось краснеть. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.